Скажите, как укрепить лёгкие в период повышенной вирусной активности? Какие дыхательные упражнения наиболее эффективны? Специально для ответа на этот вопрос мы позвали к нам в студию мастера кунг-фу и ву-чи. Евгений Безрукава у нас в гостях, проходите, пожалуйста. Здравствуйте. Евгений Безрукава, правильно, здорово. Я несколько раз вас вижу, так и не могу запомнить, правильно? Расскажите нам, есть ли какие-то упражнения специализированные, которые помогают развивать наш лёгкий? Конечно, их очень много. Мы практически на этом специализируемся. Но самые эффективные из них какие? Игорь, вспоминайте. Да, я понял, что мы сейчас будем с ним чуть-чуть работать. Предварительно я хочу сделать пару движений, чтобы вы за мной повторили. Положите одну руку на живот, вторую на грудь. Сейчас отдельно дышим животом, вдох, живот надуваем. Дох, выдох. Дох, выдох. Чтобы я видел, что у вас работает живот. А газом надо? Нет, нет, ток, 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 ток. Ток живой. Да, ток живой. То есть мы как бы выучим его максимально, потом втягиваем. Подаем вперёд на вдохе, на выдохе втягиваем себя. Отлично, супер. Сейчас проверим грудь. Грудь поднимаем на вдохе. Выдох, выпускаем. Вдох. Вперёд. Впускается. Выдох. Самое главное, чтобы вы не делали вдох вверх плечи. То есть нужно, чтобы вы подали грудь вперёд. И само упражнение. А сейчас нам нужно взять волну. Значит, вдыхаем животом, выдыхаем грудь вперёд. Вопрос заключается в том, что вы как бы работаете диафрагмой. При вдохе вы опускаете диафрагму вниз за счёт движения ребер вниз. Вдох. Немножко как бы группируетесь, сбрасывая плечи вниз. Вдох. И живот выпучиваете. И сейчас вот этот живот, как бы с пузырём, поднимаем вверх. Выдыхая, выдох. То есть вот получается, как бы волной идёт. Это напоминает мне восточный танец. Ну, типа того. Похоже на восточный танец. Словно не получается. Нет, достаточно для перворазового очень даже достаточно хорошо делать её. Сейчас нужно сделать массаж лёгких при таком дыхании. Поставьте руки вот таким образом. И сейчас поделайте вот такое движение, как будто локтями массируете грудную клетку с левой и с правой стороны. Я сейчас чуть поправлю. Вот так держите. Раз, два. Раз, два. Массаж лёгких, используя предплечи. Игорь, заодно это всё равно получится. Ну да. Представляем, что мы грудную клетку сжимаем с левой и с правой стороны. И вот в этом массаже мы выполняем это дыхание. Делайте вдох, выдох и массаж. Ого, это сложно. Выдох. Знока сложно. Пару раз попробовав, это можно легко выполнять. И как быстро ослаивают ваши ученики подобного рода упражнения? На третьем занятии хорошо получается. С первого занятия очень плохо получается. То есть игре-то нормальное, не переживайте? У меня вопрос такой. Эти движения для чего? Смотрите, вы делаете массаж грудной клетки. То есть вы сжимаете грудную клетку с левой и с правой стороны. Я сейчас показываю ладонью, это легче понять. На самом деле я сжимаю предплечьем и плечом. И во время массажа я еще поднимаю грудную клетку и получается массаж легких, искусственный. Типа гипервентиляция легких происходит. Это очень полезное, хорошее упражнение при любых дыхательных заболеваниях. Спасибо огромное вам, Евгений, за такую интересную и простую, достаточно гимнастику. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Спасибо.